Всем привет дорогие друзья, вы на канале SkyCrowler. Сегодня у нас Crysis ремастер для Nintendo Switch. Как всегда будем тестить на Switch в максимальном разгоне. Давайте сразу посмотрим параметры, на каких частотах будет производиться все это безобразие. Итак, смотрим. CPU у нас 1785, GPU 921, RAM 1600. Забегая наперед скажу, что поначалу, когда я начал тестировать, я думал, что видео окажется совершенно бесполезным и в принципе у игры все отлично, но даже в начале, а мы будем тестировать с вами именно кусок первого уровня до рассвета, соответственно до того, как выходим на берег, у игры уже начались проблемы. Сегодня я потратил много времени, я прошел довольно далеко в хендхелл режиме и там все еще хуже. То есть игра реально требует разгона. По-другому никак, иначе вы в некоторых моментах будете получать до там 17-18 FPS. И это действительно очень-очень проблемная штука. Вторая проблема у игры, это очень агрессивный скейлер. Я его назову так, когда у вас разрешение очень агрессивно меняется. То есть сейчас вы делаете кадр, буквально несколько кадров влево у вас более-менее четко, чуть-чуть вправо все, у вас мыло. А теперь представьте, что у вас мыло и низкий FPS. Разгон сам по себе дает, в принципе, немного. Он выравнивает фреймтайм потихонечку, он выравнивает FPS, он убирает в некоторых местах мыло и довольно заметно. В остальном, в принципе, в принципе, что касается особенно загрузок, разгон не дает ничего. Я засекал на секундомере, у меня Samsung EVO карта, и там получилось так, что 59 секунд у меня было без разгона, 55 секунд с разгоном. Мы пропускаем заставки, там все ровно, все отлично, там никаких непросадок, ничего нет. Собственно, здесь, вот я говорю, я когда первый раз запустил игру, все супер, все плавненько, все отлично, никаких дерганий, подергиваний, никаких проблем с фреймтаймом, когда картинка плавает. Я навяло, вроде бы, все у вас хорошо по FPS, но навяло реагирует на, именно сам джойстик, на контроль над игрой. Но вот дальше начнутся проблемы. Да, еще я хочу, чтобы вы учли один такой момент, я уже говорил, да, что FPS может опускаться довольно низко, что в начале игры у вас практически нет особо каких-то крупных сражений, танков и так далее, и суперогромных открытых пространств с кучей растительности и так далее. Там все гораздо печальней. Да, небо, конечно, качество отвратительного. Обратите внимание, я вот веду, у меня все четко вот реагирует, игра, и все плавненько, без рывков, без ничего. Абсолютно приятная игра. Но стоит только выйти на берег, все. Это уже другая игра, в плане ощущения. Кто-то скажет, ой, отлично, это же Crysis. Да, я вспоминаю, когда я на GeForce 8800 Ultra запускал Crysis. Все время, а это был флагман, лучшая видеокарта в мире. Ну, пользовательская, я имею в виду. И там она умудрялась тормозить 1280 на 1024. То тут в полупортакиве играть в Crysis, это круто. Так, давайте сразу проведем небольшую ревизию. Так, и пойдемте. В принципе, в начале, я же говорю, когда запустил, все супер, все отлично. Картинка четкая, хоть и 720p. Или сколько она там, 900p максимум. Ну вот дальше начинается беда. Предлагаю ускорить этот балет. Здесь, в принципе, смотреть не на что. А на что со сгоном, что без. Здесь реагирует отлично. Я постараюсь пару мест таких, чтобы вы у себя могли проверить. Указать, где именно вы сможете сравнить. Кстати, очень сильно заметно это на меню. Когда вы, допустим, вот сейчас я покажу момент. Начинается какой-то замес. Вы нажимаете меню, и меню реально подтормаживает. То есть, это не та анимация, которая у вас просто при загрузке игры только. Ну, это вот уже где-то приблизительно здесь. Сядем за камнем. Нажимаем. И вот она еле выезжает. И видно, что фреймрейт у нее уже совсем не тот. То есть, даже с разгоном. А теперь давайте представим, что будет без разгона. Что ж ты такой резкий, как Citroen? Вот это, кстати, основная еще такая проблема, что сейчас, пока фреймтайм еще более-менее нормальный. Все гладенько, все хорошо. Сражаться с ними, в принципе, более-менее удобно. Но, когда у вас фреймтайм фиговый, управление начинает плавать. И целиться крайне неудобно. А с учетом того, что здесь большие расстояния, и вас видят издалека, а не просто где-то у вас под носом. Так как проект все-таки это не консольный. То начинаются проблемы. Плюс, кстати, еще такая тема. Когда вы разгоняете консоль, как я и говорил, у вас разрешение становится немного выше. Мыло поменьше. Соответственно, враги это не пиксельная каша на расстоянии. А уже довольно-таки себе видимые объекты. Прошу прощения. Которые уже, в принципе, можно более-менее видеть. По ним стрелять и так далее. Потому что в некоторых местах разрешение, ну, просто очень сильно падает. По поводу графических модов для игры. Мое личное мнение, это сугубо мое личное мнение. Здесь они не нужны. Потому что, опять же говорю, в игре есть проблемы с производительностью. Если еще здесь что-то накрутить, играть в некоторых моментах будет невозможно. Либо вы постоянно будете видеть абсолютное мыло. А это такое себе удовольствие. Нет, мы не близко. Сюда, ну, что-то. Астек, ответь! Мандра сантиссима! Астек, заткнись! Живо! Не убоюсь я зла! Не убоюсь я зла! Не убоюсь я зла! Еба! Пророк, помоги! Но вот шут к нему! Живо! Ну, ну! Как видите, абсолютно все плавно. Я специально веду так прицелом. Иду немножко стрейфом, чтобы показать, что движения прям идеальные сейчас. Включи защиту. Никогда не знаешь, когда она пригодится. Что касательно, кстати, температур консоли. Сейчас лето. Там, где я нахожусь, очень жарко. Прям очень жарко. И был момент, когда консоль перегрелась. Да. Такие моменты есть. Если у вас дома кондиционер, температура не больше 24-25 градусов, у вас проблем, в принципе, быть не может. В остальном, в остальном, у кого этого нет, максимальные частоты я ставить все-таки не рекомендую. ГПУ можно и 800 там с мелочью поставить, а CPU где-то 1500. Тогда консольки будет полегче. Вот тут-то у нас и начнутся наше веселье. Так как уже ощущается тут падение, точнее увеличение времени кадра. Маскировка активирует недостаточное нахознение. Снимите их и по-быстрому. Да, к сожалению, YouTube не может передать тех ощущений, когда после абсолютной плавности, допустим 30 фпс, ты получаешь дерганую картинку немного. И это я еще не вышел на берег. Когда я первый раз попробовал поиграть в портативном режиме, в него выйдя на берег, спустившись вниз, начав бой с противником, дошло до того, что она местами ну просто люто подлагивала. Особенно, когда резко разворачиваешься и так далее. Еще заметил, что в этой версии, она с патчем первого дня, насколько я понял, есть баг, когда я беру оружие противника, у меня просто начинают джойконы иногда уплывать. В остальном у меня ни в одной игре проблем нет. Кстати, забавный прикол. Тут вот... Сейчас получится эти два куста, они изменятся. А нет. Видите, когда без разгона, в общем, если заходить сюда, на эту локацию, здесь вот этот объект, он выглядит совершенно иначе. Видите, здесь он просто пропадает. А если без разгона, то почему-то получается, что здесь один куст, подходишь, появляется совсем другой. И, собственно, что мы видим? Точнее, вижу я, к сожалению, YouTube не может вам передать этого. Это падение разрешения. Но не такого катастрофического, как без разгона. То есть, картинка еще пока что удобоваримая. Но если мы пройдем немного дальше, скоро будем заканчивать. Сейчас побоюем немножечко. Посмотрим на физику, разрушаемость. Я поначалу опасался, что они в игре порежут все-таки физику. Но, как оказалось, они ее практически не трогали. Хотя я находил объекты, которые не разрушаются. В остальном все так же, как... Это бессмертность, что ли? Вот видите, у меня уже проблемы с управлением. Оно уже ватное. Оно никакое. Я его уже не чувствую совершенно. Плюс картинка совершенно не плавная. Знаете, имеет такой стробоскопический эффект. Стробоскопический, вот. Довольно неприятный. Сейчас отключим, пройдем немножко дальше. По стулсим. А, вот, кстати, по поводу физики. Я опасался, что в видео, которым было впервые представлено, вроде как техно-демо там и так далее, для свеча. Эти пальмы падали, знаете, с такой абсолютно дерганной анимацией. Как будто они в 3-4 кадра укладывались. Телепортировались из одного кадра в другой по расстоянию. Но... Ничего, вроде бы нормально. Максимум брони. Маскировка активирована. Недостаточно энергии. Сейчас. Маскировка активирована. Я не могу нормально целиться. Серьезно, это бесит. И вот тут уже мыльцо, конечно, по полной. Номад, впереди корейский КПП, тебе придется с ним разобраться. Принимай координаты. Кстати, картинка выгодно отличается, это действительно красивая картинка, от метро. Потому что в метро был какой-то очень такой своеобразный то ли фильтр, то ли донскейлер, когда он размывал все объекты мелкие, и получалось, как будто они состоят такой из песка или частичек. КОНЕЦ 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 Маскировка активирована. если б не автоприцеливание здесь было бы тяжко понимание сигнал бедствия идет из долины в трех километрах на восток мы с психом идем туда следуй в ту же точку но будь осторожен противник хорошо копался понял пророк недостаточная так а блин кнопку маскировка вот еще причем такой контраст вот здесь он находится когда поворачиваешься сюда смотришь там лучи и все дела проблема примут чувствуется картинка дерган поворачиваешься в джунгли все отлично опять все идеально но вот в твоем районе большое скопление противника не светись если ты попадешься не вызовут подкрепление а и Вот за что я и говорил Враги вас видят очень издалека И блин При низком разрешении они превращаются В кашу И серое на сером иногда Просто невозможно увидеть Как бы вы не хотели При этом я сейчас задрал специальную яркость Для того чтобы было более менее видно Хотя бы Ну вот разрешение я говорю Странно причем настолько оно агрессивно Меняет его что Сначала у тебя вроде бы все хорошо И тут же мгновенно ты понимаешь Как будто то ли у тебя на глаза пелену Какую то одели То ли как будто через пленку тонкую смотришь Ой привет Привет Так автомат где Вот Вот сейчас замылено конечно все Оооо братцы Нет Моя бежать Ну вот видно какое низкое разрешение Сейчас И это представьте В максимальном разгоне Времени мало Номат Включи режим ускорения Я что-то видел Как будто где-то Недостаточно энергии. У нас на пути корейский КПП. Прорваться будет непросто. Соберимся к роду, которой сможешь найти. Соберимся к роду. Да иди же ты сюда, ну. Соберимся к роду. Что ж, другие. Вот на этой картине мы с вами и закончим. Подытоживаю, скажу так. Без разгона игра все равно играбельна. Можно играть, но вы должны понимать, что будет очень низкое разрешение и у вас будут большие просадки по FPS. Что дает разгон? Во-первых, более стабильный фреймрейт. Более стабильный фреймтайм. Соответственно, более высокое разрешение местами. То есть более четкая картинка. Что касается гнать, не гнать, решение ваше. Но если вы играете в handheld режиме и у вас есть рядом зарядка, и вы хотите получить максимум от игры, обязательно гоните. Пусть не до упора, пусть не до док-станции, там, параметров, но разгон все равно должен быть. Иначе будут проблемы. Мириться с ними или нет, решать вам. Гнать вам или нет, решать вам. В остальном, что ж, игра так игра. Да, Switch, Crysis. Когда-то об этом можно было только мечтать. Всем спасибо за внимание, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok